Джиу-джитсу – один из самых древних видов японской борьбы. Он же стал основой для создания других направлений этого вида спорта, таких как самбо и дзюдо. Отличительная черта их всех – кодекс чести. Не использовать навыки вне зала – ключевое правило. Ему, а также всей сути тонкого искусства мягкой борьбы обучают сегодня в Новополоцке. Занятия по джиу-джитсу для всех желающих проходит на базе 4-й школы города. У нас занимаются всех возрастов, ну, скажем, школьных возрастов. И мальчики, и девочки. То есть, это универсальная, так скажем, борьба, основанная на древней японской искусстве джиу-джитсу. Каждый год порядка 50-70 детей занимаются, постоянных человек 20-30. Ну, идет ротация такая в силу независимых от нас причин. Как говорится, умный в гору не пойдет, так и в джиу-джитсу. Основная задача борца – уступать натиску соперника и обратить его силу против него же самого. Сила, стойкость, духовность и уважение к окружающим людям – те качества, которые развивает джиу-джитсу. Потому в этот вид спорта ребят, мальчишек и девчонок приводят с малых лет. Самому юному борцу, постигающему азы японской борьбы, всего четыре. А дальше предела нет. Это, к слову, касается и оттачивания мастерства. Мы постоянно развиваемся. У нас есть детские группы. Мы сейчас с родителями, то есть вовлекаем родителей, потому что, чтобы они потом сами контролировали детей, помогали им, подсказывали. То есть мы женские группы хотели бы набрать. То есть у нас так нету, чтобы много. Почему-то не прививается. К нам приходят совершенно разные ребята, которые вообще не готовы, не спортсмены. У нас не каждый день тренировки по плану. То есть два-три раза в неделю. Но этого достаточно, чтобы воспитать ребят, которые хотели бы более спортивно заниматься, скажем так, составляющей и потом участвовать в соревнованиях. Белорусской молодежной федерации джиу-джитсу и карате до 14. За этот, казалось бы, небольшой для спортивной отрасли отрезок времени, здесь заручились дружбы более чем с 50 различными федерациями стран мира. Вступить же на татаме может сегодня каждый. Благо, возможности для этого есть. В том числе и в Новополоцке. В пути за кимоно Елизавета Борбат и Сергей Золынский. Телеканал «Звязда».